Больше года назад у сотрудников историко-культурного центра и телеканала Видное ТВ появилась идея совместного проекта, чтобы приобщить жителей Ленинского городского округа к литературе. Назвали его «Стихи живут». Раз в месяц начали выезжать на различные предприятия, в трудовые коллективы, где предлагали работникам прочитать тот или иной стих русских классиков. Мы очень благодарны всем предприятиям, которые уже приняли участие. Сегодня у нас принимает парк отдыха, участие в этом проекте. Тоже им огромное спасибо. И приглашаем всех желающих принять участие в дальнейших проектах. В августе проект «Стихи живут» прошел в 15-й раз. Юбилейный выпуск провели в Центральном парке отдыха города Видное. Это на самом деле проект, который приобщает к русской культуре. И это правда очень интересно. Сотрудники парка читали стихотворение Ивана Бунина «Детство». Организаторы уверены, это произведение идеально вписывается в жизнь россиян, дает возможность окунуться в воспоминания о безмятежном времени. Детство всех нас роднит и всех нас сближает. И вот это ощущение теплой сосновой коры, оно живет во мне на тактильном уровне. И каждый человек это пережил, и у каждого это в памяти живет. И когда звучат вот эти строки поэтические, я уверена, все, кто их услышит, не останутся равнодушными. Чем жарче день, тем сладостней в бару дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок как шелк. Прильну к сосне корявой и чувствую мне только 10 лет. А ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста красна, но как тепла, так солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета. Чтицы признаются, было непросто. Долго готовились и нервничали, ведь старались, чтобы все прошло идеально. Но переживания были напрасны. Сотрудники парка с задачей справились на отлично. Стихотворение записали с первого дубля. Это стихотворение, которое я учил еще в начальной школе. Соответственно, было приятно его вспомнить и еще раз рассказать. Все как в школе, тебя кто-то со стороны оценивает. Надо постараться рассказать без запинок и с первого раза. В следующий раз приобщиться к русской классической литературе жители Ленинского городского округа смогут в сентябре. Информацию, где состоится очередной проект «Стихи живут», организаторы пока не раскрывают. Втайне держатся и произведения, которые будут читать участники проекта. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно.ТВ.